всем привет друзья мои посмотрите какой компании мы едем сват валера андрюша и деда оля едем и на станцию маленько поремонтировать машину газовым оборудованием у нас накрылась говоря маленько у нас проблемы с газовым оборудованием а именно чё-то она начала отключаться да пусть говорит она начала у нас отключаться маленькая и чуть-чуть попахивает газом поэтому мы поехали на станцию приехали наверное помните это геосистем человек нас пропустил спасибо прошлый раз заезжали есть такая именно было тут дух давали разограды тут кстати ваш тахограф и тут эти ну он смотреть на бок вовсе фигня и не здесь учился я там в центре был на гончарова 23 я учился помимо сдавать паша у нас водитель профессионал категория е открыто да все категории открыты и да бог имеет я правда без полка паша мир на каркасе дорожка тут конечно убитой ты что он дальше хошек это не я это не э м м м м м м Вот, короче, мы подъехали К месту, где мне устанавливали Это газооборудование Сейчас пойдем в офис И все будем узнавать Что нам, куда, в какие ворота И как Улыбайся, Диман, у тебя камера снимает Нет, я людей стараюсь не снимать Куда дача температуры Дача температура А еще не посмотрят по расходу Или потом Через 3 часа Через 3 часа? Ну, Сой, ну пока не уехал А, сейчас датчик менять Датчик устранять Датчик какой брать там Машина тарахтит Контора пишет Все снимаем, все на видео Что-то за проблема какая-то Походу, что-то не алло Процесс идет, везде работа Все сумят, все гремят А у меня накрылся датчик температуры Как он правильно сейчас прошел Называется А правильно он называется Датчик температуры редуктора И стоит где-то вот здесь вот Ну, это типа, я так понимаю, расходники Потому что, блин Все ломается когда-то Я еще вот что увидел Смотрите, какая стоят У меня в аккумулятор кипит Это нормально? Где нормально-то? Где кипит? Два года машина Пусть кипит, значит живой, да? Вот он, смотрите Стол поставил Кофейку? Нет Поснимаем процесс, не возражаешь? Без этого нас наоборот Без чего? Без вас наоборот А, ну это да, это нормально В властях даже, да Да? М? Прикольно Ну все, утечек нету По крайней мере, не обнаружилось Все пропинили, все просмотрели, проверили Ладушки Оформляем документы И едем домой Ну все В очередной раз спасибо Хорошей фирме Гео Систем Все поправили Все сделали Слава Богу, мы довольны Дядя Да Это ты сам сделал? Нет, это дядя Максим Мне сделал И дядя Саша Они мне посмотрели Что делать И отремонтировали Все, машину отжали Все, машину отжали Какую разницу? Где авторяй, помнишь, кушали? Возле Лады, где я работал А, сейчас, секунду Заехали в столовку пообедаться, перекусить Аквариум тут увидели Такой красивый, большой Ух ты Вот это Самяра Красивая? Да, она такая, как котик Как котик? Да, у нас такие сусики Да, сусики Думярочка такая осталась Хотя бы сделай, скажи, на тревел Во-первых, на рычагке сделай Еще надо вообще уже сделать Давно-давно, чтобы разнатка отключалась Во-первых, она будет сразу экономична Во-вторых, ты... Да, не надо больше так Людей не пугай Не надо, Андрей Фух, я аж спотел Чтоб потратить не было Зашли в салон, маленько Заодно развал с каждым день На своей машине сделать И побаловаться в автомобилях новых посидеть Хотите, вам цену покажу На сегодняшний день Все, выходишь? Кошмар Импортозамещение называется Получается, нет Андрей, ну что-то, зачем-то туда... Ну все, ребята Нам поремонтировали машину Сделали отметку сервисной книжки Сегодня делов переделали Целую кучу Развал с каждым день не сделали Книжку отметили Давай сюда, ложи Боком Ну ладно Развал с каждым день не сделали Газ отремонтировали С муком поиграли Поели Сейчас еще поспим Деда Паша говорит Стой, мусор Не будем выкидывать на улице Мусор не будем кидать на улице Ну, поехали И в развлекательный центр теперь Ку-ку, деточка Андрюша Баланс, ребёнок Мы приехали в торговый центр Пускайрёвское кольцо Манинечка пошлямбаться Развлекательный центр сходить Да и так, как говорится Себя вывести Себя показать Людей посмотреть Я массажное кресло хочу посидеть Сейчас прибандырим Нет, я имею в виду Здесь же есть Да? Да Ну айда, посмотрим Что тут еще есть Может что-то новое есть Идёшь? Это в районе Железного Отдала И вот такая же ситуация Процентов 60 Вот кого-то с такими вот А здесь раньше была такая вкусная Турецкая кухня Вот на этом месте Блин, я всегда сюда заходил Ну ладно Раз развлекательный центр закрыт Да, Андрюш? Будем развлекать тебя сами Поедем на лифту Развлекательный центр на лифте Да? Ну да Ты же у нас этот, как его Да Ты же не подходи близко, пожалуйста В Питере мне нравится Там как-то Идешь Нет, нет ничего Просто сюда Просто тут Здесь открывается Заходишь И ты уже сразу В открытом лифте Нет, не в открытом лифте В электричке Ага Заходишь в электричке А то есть идешь вот так вот Просто Вот так в коридор Идешь Нет ничего А я вижу Что такое в Москве Станции такие Ну, вниз там Глубые Глубые По-моему, в метро Спортивное На которой 120, что ли Человек тогда погибло Когда эскалатор У них сорвался С этой Да Самая длинная Она, что ты, дай бог Не соврать То ли 120 То ли 150 Могу соврать Я не понял Ну вот мы в Питере были По-моему, в Питере считают Самые глубокие А сейчас Окей, гугл Спросим И мы тогда Помним Так интересно Ну все Поехали Развлекать себя Сами Смотри туда Ох, как страшно Это к нам Попутчики Сейчас заходят Держись крепче Вон машина Видишь какая出去 Держись крепче А вон Смотри Развлекательный Центр Куда мы хотели У них сегодня Санитарный час Ну ладно Классно? Андрюш Да сейчас ты в подвал поедешь пошли нет еще один же да это ремонт apple 990 рублей замена батарейки темно все пошли на выход здесь ульяновский мост свияжский все ремонтирует ты чё там девушь смотрите как раз дубасили все они ведь они все пролеты меня все меня то есть вот у того то что рельсы сначала передвинули сейчас обратный центр двигают и постепенно от краев начинают сводить смотри кучу я говорю вам не один подписчик написал да но немножко если только на парку минут блин дойдешь надолго один подписчик написал что у нас будет продлевать трасса от птичника от ульяновска до лесного в этом с двадцать третьем году это будет посмотреть информацию про и заканчивается четырех полосках перед мирным да и она будет расширяться ну все катим домой до адреса катим ближе к дому нет ты что когда обратите внимание какая красота волги открывается сейчас прям нон-стопом будем валеры только не трух труси машина хорошо когда есть у всех водительские удостоверения можно маленько посидеть башкой покрутить красоту природу увидеть на судку шуршать тебе надо он смотри видишь какой паровозик стоит с правой стороны и к тебе не будет видать грунт на этом вот прям вот сюда вот сюда вот вот он вот она примут это место вы как у нас бога я хочу сказать тайна одна из широких мест да самая широкая устья самый длинный мост через волгу ульяновске вот от 13 лет президентский да 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 а там вот я был в волгограде сара там земля самаре панты там через мосты через островки в казане тоже ни в чем в казане там и дельшин а вот у нас вот здесь вот прям вообще широчим здесь устье прям шок парк чапаю пели ура ура река могилка глубоко да я был там айдате англосаксы приезжайте мы найдем вам место где прикопать и притопить все домой вот он мост императорский шаг не до температуры императорский мост а там дальше ослали нет да ладно честно не помню строили немца там мост да вот этот резидентский ну его уже поменяли потому что это сейчас квадратные видишь по эти профиля ты стоят акка а когда это стояли полукруглые такие арки арки полукруглые были вот это еще можно сказать что тот а это уже заменено нет вот когда эти вы расстроились начального надо историю кстати посмотреть что-то про чтобы было что на камеру сказать я слышал что насыпали вот здесь вот и насыпали с той стороны чтобы уме сделать маленько меньше это вот я точно поле потому что получается длина моста два километра а с подъездными путями 2300 сто пяти ответа собой сторон вот это я точно помню где-то маленькие были с курсом где-то у нас было то ли мим-центр 2400 но мы поставим информацию а потом подрежешь этот момент когда я говорю что резкая склейка 400 метров был построен в 1905 году или голос наложить давить что это пошел шуруй ворвай может быть что ты спишь так дружок не дайте можно было еще рассказать что быстро в третьем году до 5 июня в третий пролет не попал у нас теплоход александр суворов который вез значит отдыхающих по моему шахтеров и была очень большая авария смесло верхнюю палубу по-моему даже полторы палубы две палубы вверх снесло погибло по-моему больше 20 человек там больше ста погибло больше ста человек это трагедия это трагедия когда если со стороны сегменты приезжающий этот мост и с правой стороны стоит крест на побережье креста это как раз памятник погибшим могу сказать не стоит а вот это мы сейчас загуглим зато сам факт вот мне кто-то говорил что сом размером с автомобилем лады калинова ну то что там полно не нашли по моему старпом старпом не нашли многих очень не нашли там читал а мы как раз отцом ехали в ульяновск и нас остановили за чердаклами мы простояли несколько часов так и не смогли проехать вот я был где-то на 11 лет восемьдесят третий год пятого июня потому что страны по-моему в Тольятти что-то не знаю Волга делает изгиб он там очень неудобный наш Ульяновский мост сам по себе вот как говорят мореплаватели нашли там короче капитаны очень неудобный мост море мореходцы попасть 6 пролетом попал в третье там занежно получается и поэтому гуляли вечером уже 176 человек погибли я говорю больше соберетесь я помню там человеку много ты это не то погоди а до восемьдесят третьем году сейчас прямо александр суворов шесть работников 35 служащих ресторана и 55 человек включая командира старпопа того что командир капитана по моему дали десять металл и умер капитану дали вот такие пироги ребят у нас здесь в Ульяновске было да царство небесное погибшим когда там кстати открылся открывается новый магазин хищник видел рекламу мы заправляли здесь сегодня с дедой паша ты ж не был да в прошлый раз тобой здесь заправлялись да ну все катим дальше ну что ребята классный денек у нас сегодня прошел у детишек побывали машины поремонтировали с асфалтом прокатились спасибо за такой прекрасный денек всем пока до новых встреч пока говори всем пока до новых встреч вот примерно отсюда да не примерно а именно отсюда планируется возведение новой дороги да поселка весное бабку в обход чердак лоб ну не знаю посмотрим что будет вот сбоку здесь вот правда в том году убирали растению что-то планировали территорию а потом бросили здесь вот что-то планировали ДМГ море этикетки все свои содрала рекламу и станки говорят тоже забрала остались только солнечные батареи ну да помещение посмотрим посмотрим что будет если дорога будет то будет хорошо не будет меньше транспорта будет да все равно будет дорога когда-нибудь набудет